Слово антилопа означает рогатое животное. Подавляющее большинство антилоп обитает в Южной Африке. В этом ролике мы хотим рассказать вам о лошадиных антилопах. Латинское название рода переводится как кони-козел. К сожалению, на сегодняшний день существует только два вида этих красивых и мощных антилоп. Третья антилопа, голубая, была полностью уничтожена в 1800 году. Когда в Южной Африке поселились белые колонисты, они ради развлекательной охоты всего лишь за несколько лет истребили этот вид. Мясо голубой антилопы просто отдавали на корм собакам. Сегодня в музеях сохранилось только четыре чучела этой антилопы. Поговорим о двух других антилопах. Черная антилопа. Она обитает в Юго-Восточной Африке. Встречается, как правило, в сухих и открытых местностях с отдельно стоящими деревьями. Питаются листьями деревьев и травянистыми растениями, которые растут у водоемов. Самцы черной антилопы ведут одиночный образ жизни. Они претендуют на каждую самку, проходящую через их территорию. Самки с детенышами живут в группах от 10 до 30 особей. Самка рождает одного ярко-рыжего малыша. Малыши растут примерно 2-3 года. Молодые самки обычно остаются в родительской группе, а самцы изгоняются из нее в 2-3 летнем возрасте. Пока самцы не достигнут 6 лет, они недостаточно сильны, чтобы защищать собственный ареал. Поэтому они объединяются в холостяцкие группы. В неволе черная антилопа может дожить до 20 лет. В природе же гораздо меньше. Еще один вид – это чалая лошадиная антилопа. Иногда ее просто называют лошадиная антилопа. Это довольно крупная антилопа. Ее вес может достигать до 300 кг. Она обитает не только в Южной Африке, но также в западной и восточной. Иногда она поднимается даже на высоту до 2000 метров над уровнем моря. В стае лошадиных антилоп может быть от 5 до 12 особей. Группа возглавляет самец. Однако, кроме самца в стае есть и ведущая самка. Ее задачей является поиск новых пастбищ и мест для отдыха. Молодые самцы живут холостяцкой группой. Но после того, как они повзрослеют, каждое из животных стремится завести для себя стадо самок, из-за чего обычно случаются ритуальные бои. Но начинаются подобные поединки только с 5-летнего возраста. Эти рогатые создания привлекают людей своим изяществом и грацией. На сегодняшний день существует около 80 видов антилоп. Каждый вид по-своему интересен и уникален. Мы познакомились с лошадиными антилопами. А о каких антилопах вы хотели бы еще узнать? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...